Это что у нас, Дулёвый, да? Дулёвский, да. Это мне дочка подарила. Видишь, как тебя дочка балует. Она знает, что я люблю тонкие чашечки. Я не люблю чай пить из бокалов. А конфетница, это чья? Конфетница? Не знаю. Белоруссия, по-моему. Белоруссия? Да. Рисунок красивый. Как раз по твой сервиз. А, это у тебя сахарница тоже, конфетница. Ой, какой нежный, нежный, нежный розовый. Ой, какая прелесть. А, давай сейчас наливать, да? Давай. Свой ароматный чай. Да. И мне немножечко. Ой, какая прелесть. Да, вот так Нина нас частенько балует. Когда с ней зайдёшь, вроде как это, видите, как она встречает гостей. И сразу... А столик специальный здесь очень часто стоит. Чайный. Чайный, да. В основном чай, потому что, естественно, обедаем мы... У неё шикарная кухня. Я вам сейчас снимала уже, поэтому сейчас не буду снимать. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Здравствуйте, мои прекрасные зрители. Мы находимся на кухне, и мы пришли в гости к Лене. И сегодня мы увидим замечательную коллекцию фарфора, которую стала собирать ещё её мама. Сейчас её нет, но в этом гостеприимном доме мы бывали не раз. И пили чай из этих чудесных сервизов. Посмотрите, как здесь со вкусом всё сделано в бело-голубой гамме. Императорский фарфоровый завод Императорский фарфоровый завод – одно из старейших в Европе, первое и одно из крупнейших в России предприятий по производству художественных фарфоровых изделий. Расположен он в Санкт-Петербурге. Первоначально именовался порцелиновой мануфактурой. С 1765 года – Императорский фарфоровый завод. С 1917 года – Государственный фарфоровый завод ГФЗ, аббревиатура Клима. В 1925 году заводу в связи с 200-летием Российской академии наук было присвоено имя Ломоносова. Предприятие получило официальное наименование «Ленинградский фарфоровый завод имени Ломоносова», наряду с которым имело употребление краткая форма. «Ломоносовский фарфоровый завод – ЛФЗ». Аббревиатура Клима истолковывалась и как «Ленинградский фарфоровый завод» до 2005 года. В 2005 году по решению акционеров был вновь переименован в Императорский фарфоровый завод. Кубальтовая сетка – фирменный стиль ЛФЗ. Видите, какие коллекции на даче у нас замечательные. Ну, вот это уже современное что-то такое, но тоже очень веселое в Маках. Вот просто очень веселое. Это уже что у нас? Это Дулёва, кстати. Да, это Дулёва. Если там голод... Да, Дулёва. А вот этот вот, интересно, чашка что? А эта чашка что-то другое. Я вот не пойму, что это такое. Ну, то есть, вот видите, какие красивые маки. Лето, лето, потому что, вот видите, чтобы лето у нас, лето продолжается. И еще хотел чайничек. Тоже масляночка. Вот, не понимаю. Для пирожных. Ну, красота. 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 Ну, а вот еще. Посмотрите, какая огромная коллекция кжели. Здесь и фигурки из кжели. И всякие вот досточки разделочные. И подсвечники вот там вот. Ну, подсвечников много разных. И чайнички, и чайничек не один. Вот один, вот второй. Ой, сколько чайничков всяких. А вот эту вообще какая-то, я не пойму. Для чего? Может быть, пельменница такая большая, да? Что только здесь нету. Ну, такая маленькая супница. Или для Жаркова, наверное. Или для Жаркова, да. И посмотрите, сколько фигурок здесь. Да, и чашки тоже есть. Чашка есть с блюдцем. И сколько фигурок. Разнообразные фигурки. Ой, вот эти вот мне очень нравятся сценки бытовые. Ой, какая прелесть. Вот эти бытовые сценки. Ну, просто сказка. Народный промысел. Ой, вот эта бабушка. Ну, конечно. Чего только нет. А это даже баба Яга. Баба Яга, да, она обязательно в доме будет. Она отгоняет злых духов. Она такая женщина у нас хозяйственная. А, так это, наверное, тоже баба Яга. Их две даже. Две бабы Яга, да. А, вот одна в ступе, вот вторая. Ну, понятно, чтобы больше, да, да, чтобы злых духов не было. А вот этот, смотрите, такой смешной рядом с колокольчиком котик. Такой смешной. Ой, а кружечка какая маленькая для зубочисток. Ну, это вообще сказка какая-то. Ой, какая прелесть. Ну, может быть, что-то и не совсем кжель, потому что... Я даже не знаю, вот это кжель, посмотри. Лен, вот это вот. Вот это? Да. Потому что похоже, но, может быть, это и не кжель. Ну, и надо приближать, я без очков, я не знаю, что... Там ничего нету, там просто такое... Нет, есть, 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 есть. Там просто знак, но ничего не написано. Ну, может быть, и не кжель. Здесь, может быть, просто еще под кжель что-то такое собрано. А вот масленка прекрасная. Ну, дело в том, что кжельский завод, он же размножился, я бы так сказала. И теперь у каждого есть своя эмблема, а делают они, естественно, под кжель все... Ну, это да, это да, это да. Ой, какой подсвечник с рыбками замечательный. Ну, сказка, сказка. Ой, смотрите, если вот сказку делают, то даже мышка здесь есть, да? Да, и мышка есть, да. Сейчас вам покажу. Вот это очень красиво, кстати, очень красиво. Вот это сказка просто, я не видела такой красивой. Ну, у вас тема рыбы, вон, проходит еще и хозяюшка с рыбочкой. Да, да, да. Рыбку мы очень любим. А, и вот еще рыбка на чем-то. Там на бочонке, по-моему, она на каком-то бочонке. И масленка. Открыла вот их масленка. Ой, это у вас гусляр, что ли, сидит, мужчина. Ну, а как же без мужчины-то? Ну, смотрите, это просто... И вот даже стол. Стуль в таком голубом свете. Стол такой красивый. А вот здесь, смотрите, какая вазочка красивая. И замечательная чашка с сахарницей. Так, а это у нас что? А это дулево. Посмотрите, какая красота. Дулева. Ой, какая красота. Да. Вот какие у нас мастера были. Ну, посмотрите. Ну, какая красота. Разве это что-то может сравниться? Ну, вполне могут конкурировать. Вполне. Просто сказочная пара. Сказочная. Ну, вот и все такое красивое. Тоже супница белая. И баночки железные в таком же голубом стиле сделаны. Посмотрите. О, и столик такой. Ну, все, все, все. Очень красиво. Все. А вот посмотрите. Ой, какая прелесть. И вот еще, посмотрите, тоже сервис. Это уже кофейный сервис. Это уже... Кто же это? Ну, это уже богемия, кстати. Богемия. Очень красивый тоже сервис. Посмотрите, какая красота. И чайничек такой. С такими цветочками нежными. А молочник какой. Маленький, красочный. Сахарница. Просто красота. А вот посмотрите. Это Рижский завод. Да, значок. Такие розы. Посмотрите, какая прелесть. Ой, какая роза. На сером фоне. Тоже дверь. И тоже там сервисик я вижу. Ну. Да. Вот такой сервис. Не буду все там вынимать, смотреть. Вот. Здесь такая коровка. Ну, вот такие вот интересные у нас коллекции у наших девушек, которые живут на дачах. Так что вот так вот. Домик. Посмотрите, какой сказочный домик. Весь в цветах. В цветах, в цветах, в цветах. И на крыше цветы. Весь он в цветах. Ну, тоже садовников. Домик садовников. Ну, все, мои дорогие друзья. До свидания. Я прощаюсь и ухожу. Желаю вам всего самого наилучшего, самого хорошего. Чтобы вот у вас, вот так вот цветы вас окружали, всегда были с вами. И чтобы рядом всегда была красота. До свидания.